Дети – наше будущее. Разумеется, нужно их любить и оберегать. Но порой на этой почве случаются казусы. К нам в редакцию обратились жители микрорайона ТЭЦ-3. Не так давно прокуратура выдала предписание дирекции школы номер 9 в целях антитеррористической безопасности закрыть одну из калиток, ведущих в школьный двор. У прокуратуры района была проведена проверка с соблюдением данного законодательства. Установлено, что в периметральном уграждении имеется пролом в школу номер 9, а также калитка не оборудована запорным устройством. Данные обстоятельства предполагали доступ на территорию школы посторонних лиц, а также домашних животных, что могло создавать угрозу несовершеннолетним и работникам учреждения. По итогам проверки было внесено представление, и данные нарушения были устранены руководством школы. Решение, естественно, правильное. С этим согласятся все. Вот и жители не спорят. Настаивать на том, чтобы калитка была открыта, это, конечно... Потому что там относительно чисто, там если это алкоголики распивать спиртные напитки... Да, постоянно вызываем, что вот там у нас место распития, место принятия. Собаки у нас бездомные там вот жили на трубах. Школа, конечно, правильно поступила. Когда неправильный вход закрыли, отчитались о том, что дети, наконец, в безопасности. Не заметив, что теперь учащиеся, которые живут неподалеку от школы, вынуждены ходить на занятия обратно по проезжей части. Дорога примыкает к школьному двору. Нет ни тротуаров, ни переходов. Дорожные знаки и те видны только до тех пор, пока листва не появилось. Зато террористы не пройдут. Ходит кто как хочет. Машины ездят, не останавливаются. Даже не притормаживают, бывает. Был несчастный случай. И сбили ребенка учительницы, которая здесь работает. Еще даже знака не было. Знак поставили после того, как сбили ребенка. Родители школьников не против безопасности. Но пусть тогда она будет во всем. И прежде чем закрывать что-то, не лишним было бы оценить альтернативу. А школьники уже с детства начинают понимать современные реалии.